Напомним, в начале недели сообщалось, что Великобритания передаст Украине свой рекордный пакет военной помощи, в который войдут танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS-90. Ранее Елисейский дворец объявил, что президент Франции Мануэль Макрон пообещал поставить Киеву танки французского производства. Французские СМИ уточнили, что речь идет о машинах AMX-10 и RC, тяжелых бронеавтомобилях, классифицируемых также как колесные танки. Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Блумберг заявил, что Германия ведет консультации с союзниками по возможной передаче танков Украине. Канада передаст Украине 200 бронированных машин «Сенайтер». Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Анант во время визита в Киев. По ее словам, бронемашины войдут в новый пакет военной помощи от Канады, который оценивается в 90 миллионов долларов. Бронемашины «Сенайтер» оснащены самыми современными, лучшими в своем классе технологиями, и на них можно легко установить вооружение. Они позволяют безопасно перевозить личный состав и оборудование, а также осуществлять медицинскую эвакуацию. Характеристики бронемашины «Сенайтер» вы сейчас видите на своих экранах. Польша надеется, что европейские союзники пришлют до 100 танков Украине для поддержки усилий по обороне от российского вторжения. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Муравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, он постоянно ведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы тот снял эмбарго на поставку немецких танков «Леопард-2». Как сказал Муравецкий, кроме Германии еще 12 европейских стран имеют «Леопард» в своих арсеналах, но они нуждаются в одобрении Берлина на передачу танков.